Самая родная девочка на свете Самая родная. Так назывался концертный тур по Америке Игоря Николаева и Наташи Королёвой. 200 тысяч миль, десятки городов, сотни афиш. Гастроли с помпой завершились 18 июня 1999 года. Все хорошо понимали, что они не просто два артиста, которые выступают один за другим, что это такая семейная пара, это всегда работает на публику. Но уже 23 июня того же года, через несколько дней после окончания гастролей, в прессе появились громкие заголовки. Королёва и Николаев расстались. Было очень жаль, потому что на самом деле был, наверное, хороший союз. Но как же так? Ведь супруги только что были вместе на гастролях. Не мог же брак распасться за пять дней? Это же не карточный домик. Получается, во время тура Наталья и Игорь притворялись, изображая любовь. Я была под таким огромным впечатлением, когда Наташа так встала на одно колено. И так, знаете, вот она так прям как бы преклонилась перед ним, как перед мужчиной, как перед автором. Впрочем, работа есть работа. Не просто отменить десятки концертов и потерять миллионы. Только из-за того, что вы стали раздражать друг друга. Ну, конечно, даже если кто-то с кем-то поссорился, отменять этот огромный тур с проплаченными отелями, залами, купленными билетами, никто бы не стал, конечно же. Поэтому они доработали, стиснув зубы, и, я думаю, разбежались. В ЗАГС за разводом Николаев и Королёва пришли намного позже, только в конце 2001 года. Штамп в паспорте, а потом, как водится, девичья фамилия и раздел имущества. В советские времена делили чешскую люстру, которая висела, и на этом практически всё заканчивалось. Сегодня делят заводы, газеты, пароходы и так далее и подобное. Заводов и пароходов Николаев с Королёвой не нажили. Зато у них было немало недвижимости на двоих. Квартира в Москве, дом в подмосковном посёлке Крёкшино и две квартиры в Майами. Есть за что побороться и посудиться. Всё, что было приобретено за период брака, делится. И если нету брачного контракта, делится пополам, 50 на 50. Так Николаев с Королёвой и поступили. Ей дом, ему квартира в Москве. Ещё каждому досталось по одной американской крыше. Но это были цветочки. Ягодками стали песни Игоря Николаева. Их как делить? Сможет ли Наталья после развода их петь? Задавались вопросом поклонники пары. Или все права на хиты принадлежат Николаеву? Бывший продюсер и по совместительству очень близкий друг Катя Лель Александр Волков после расставания запретил ей исполнять «Джага-джага» и... Андрей Грозный, продюсер Жанны Фриске, в своё время тоже лишил певицу прав на песни «Где-то летом» и... Названия песен, конечно, звучат смешно, но певицам было не до... Ну а лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оставил Алису Вокс без лабутенов. И где теперь эта Алиса Вокс? Если бы Игорь Николаев пошёл на принцип и запретил исполнять свои песни, Наталье просто нечего было бы петь. Все хиты написал ей муж. Игорь в этой ситуации повёл себя благородно. Все песни остались при Наташе. Дело в том, что песни должны исполняться. Как только их отбирают у кого-то и передают другому человеку, как правило, их начинают исполнять меньше. А композитор, прежде всего, заинтересован в том, чтобы музыка звучала везде. На радио, на телевидении, на концертах. Впрочем, второй жизни у хитов Королёвой так и не случилось. Может, потому что уже не по возрасту петь о первой любви и жёлтых тюльпанах. К тому же Николаев всё-таки добавил ложку дёгтя. Он запретил Наталье исполнять песни, которые они пели дуэтом. «Дельфин, русалка», «Такси». Более того, на зло бывшей жене он потом исполнял эти песни с другими. «Такси, такси», «Хочу в такси», «Я тебя обнять» и «Поцеловать». 1989 год. Игорю Николаеву 29 лет. Он суперуспешный композитор, король в шоу-бизнесе, уже написанный паромщик. «Соединяет берега седой паромщик». И «Айсберг». «А ты такой холодный, так айсберг в океане, И все твои печали под чёрною водой». Да и сам он на вершине популярности со своими песнями. «Старая мельница, всё перемелится, только любовь никогда». Но всего этого Игорю мало. Он решил стать продюсером. Для этого ему нужна была молодая певица. Как говорится, охватить подростковую аудиторию. Он ещё очень умный коммерчески, да. И как раз вот высчитав вот это вот, то, что нужно найти девочку, нужно, чтобы она была сексапильна в своей невинности. Опаньки, да. То есть именно вот такую вот совсем молодую, чтобы было понятно, ну, розанчик. Вот. Знаменитые «Лужники». Именно здесь Николаев в 89-м году устроил прослушивание. Или, как сказали бы сейчас, кастинг. Очередь из желающих стать звездой начиналась от самых касс. Среди этой толпы была и 16-летняя киевлянка Наташа Порывай. Одна девчонка в 16 лет Купила на поезд плацкартный билет Но тогда Игорь даже не обратил на неё внимания среди сотен других претенденток. Она была, ну, сказать так, мягко сказать, пухленькая, да. Вот, а сами понимаете, что девчушка такая, ну, совсем молодая. И щёчки, и попка, и мяшки, и такая, ну, жабочка такая, да. Судьбу будущей звезды решил бутерброд с колбасой. Дело в том, что на прослушивание Наташа приехала с мамой, Людмилой Ивановной. И это понятно. Девочке было всего 16. Сегодня мама Наташи Королёвой и сама звезда. Людмила Ивановна – желанный гость на любой вечеринке. Успела поработать телеведущей. Да что там, если нужно, мама Наташа и рэп сможет прочитать. Людмила порыбает, никого не боится. Как вы думаете, могла ли такая мама после неудачного прослушивания просто развернуться с дочкой и отправиться на вокзал обратно в Киев? Как бы не так. Схватив Наташу за руку, Людмила Ивановна кинулась за кулисы к Игорю Николаеву. Она практически заставила его прослушать дочку ещё раз. А пока Наташа пела, её мама кормила Игоря бутербродами. А мама поставила задачу перед собой и чётко её выполняла. И, судя по результату, мама молодец. Мама очень пробивная. Людмила порыбает, никого не боится. И уговорила, упросила взять её на гастроли. Отпустить 16-летнюю девочку со взрослым мужчиной, пусть и знаменитым композитором на гастроли? Но Людмила порыбает, не робкого десятка. Никого не боится. Это я. Я решила. Я ни секундочки не жалею, что я приняла это решение. В 16 лет уверена была, что дочь моя генетически ничего плохого не сделает. Ни о чём плохом мама с дочкой не думали. Ещё и потому, что Игорь тогда был женат. Причём давно. Он женился аж в 18 лет на Елене Кудряшовой, с которой был знаком с самого детства. У него ещё и дочка имелась, всего на 5 лет младше Королёвой. Так что о романе тогда не думал никто. Игорь очень порядочный человек, и в тот момент он был женат, и никакой он не педофил, стесняюсь сказать. И порядочный, и в общем сомневаться не приходилось. Помните эту песню? Да наверняка. В своё время она звучала на всех дискотеках. Эта песня была первым подарком Игоря Николаева Наташи Королёвой. Незатейливые слова про жёлтые тюльпаны в одночасье сделали никому неизвестную девочку из провинции настоящей звездой. Игорь может придумать репертуар любому человеку, даже не поющему. Для него без разницы, он может вытащить из любого человека то, что он хочет видеть и слышать. Прошёл всего год после прослушивания Наташи Королёвой в Лужниках. Но изменения, произошедшие в её жизни, были просто фантастические. Раньше её, как любую десятиклассницу, волновали разве что оценки в школе да внимания мальчишек из параллельного класса. А что стало теперь? Она объездила всю страну. Её клипы показывали на центральном телевидении. Вместе с Игорем она запросто приходила на чашечку кофе к Игорю Крутому. Ужинала в гостях у Александра Буйнова. Праздновала Новый год у самой Аллы Пугачёвой. Из этой, может быть, нелепой, не оперившейся, ещё не сформировавшейся девочки, он сделал настоящую звезду. Конечно, Наташа Королёва в 90-е годы. Безусловно, это яркое явление, потому что на нашей эстраде на тот момент было очень мало ярких, красивых, сексуальных женщин. Но многие в эстрадной тусовке не приняли Королёву. Считали её выскочкой. Особенно не взлюбила Наташу Ирина Аллегрова. Ты в какой неведомой стране. И на то была причина. На первые гастроли Игоря и Наташи ездила и дочка Аллегровой, Лала. Она тоже хотела стать певицей. Идём по краю, не боясь сорваться. Вот как об этом рассказала журналу «Семь дней» сама Наталья Королёва. Аллегрова всегда считала, что я перебежала Лале дорогу. Однажды она мне заявила, если бы не Николаев, ты бы работала на заводе, у станка стояла. Но Наташа была бойкой девушкой. Ей было всё равно, что думают о ней другие. Да мне плевать, как мои коллеги отнеслись. Мне всегда было по барабану. Изначально. Когда я появилась, там, я не знаю, что Игорю нашёптывали по поводу меня, но знаю, что много нелицеприятного. И мне тогда, мне было тогда 16 лет, мне было наплевать. Алла Пугачёва тоже поначалу приняла Королёву в штыки. Алла Борисовна, увидев, как Игорь Николаев голову потерял, она хотела просто оградить и его, и её. Считала, что это ошибка, наверное. Но и боялась, наверное, что Игорь Николаев больше не напишет ей никогда хитов. И тоже была такая боязнь. Но это было позже. А пока все поклонники без исключения гадали, есть между Наташей и Игорем что-то или нет. Конечно же, когда музыка – это прекрасно, хиты – это просто потрясающе. Но когда всё это подкреплено личностными, человеческими отношениями, то это приобретает для людей совершенно другой интерес. И здесь появляется какая-то удивительная лов-стори. Маститого композитора и такой молодой голосистой девушки. Киевской. И вот-вот и началось. По словам Наташи, Игорь просто потерял от неё голову. После концертов Николаев иногда выпивал лишнего. И ночь напролёт стоял под дверью моего номера на коленях. Стучал и изливал чувства. Желание добиться взаимности у него было просто нечеловеческое. Наверное, тут сыграл свою роль эффект пигмалиона и галатеи. Николаев создал Наташу как певицу. И неудивительно, что в итоге полюбил своё творение. Он снял Наташе в Москве квартиру, дарил ей подарки, звонил по сто раз на дню, искал повод для очередной встречи. И постепенно крепость пала. Вот когда снимали первые клипы, у него была там такая девушка, очень красивая, её звали Наталья. И Игорь уделял ей внимание. И мне говорят, что тут Наташа прямо вот сама не своя, когда он, значит, уделяет внимание этой Наталье. Представьте, девушке всего 16 лет. Она всю жизнь прожила в Киеве. И вдруг Москва. Высший свет шоу-бизнеса. И Игорь взрослый, знаменитый, обаятельный. Одни усы чего стоят. Ну, конечно, те песни, которые получались у Игоря Николаева в конце 80-х, вообще 80-е годы, они были яркими, они были мелодичными. И, конечно, Игорь Николаев был заметной фигурой. И многие артисты мечтали спеть его песни. Но чувства не затмили разум. Наташа сказала Игорю, мы будем вместе, если только ты разведёшься и женишься на мне. До свадьбы ни-ни. Игорь согласился. Правда, жена Елена долго не давала ему развод. Надеялась, одумается. Но Игорь был сильно влюблён. Наташа стала ему не только его возлюбленной, но и музой. Именно в браке с ней композитор написал максимум хитов. Через два года после знакомства, когда Наташа исполнилась 18 лет, влюблённые стали готовиться к свадьбе. А как же иначе? Вы знаете, штаб для нас, это в наше время, это было важно. Это всегда моя мама и бабушка 101 год прожила. Они говорят, что это, если приходят и просят руки, это порядочное, это с дальним прицелом, женихи, которые думают о дальнейшей счастливой жизни. После развода пары прошло много лет. Сегодня оба счастливы в новых браках. У Игоря Николаева вновь молодая жена. Юля Проскурякова моложе его на 22 года. Многие отмечают, что она очень похожа на Королёву. Но звездой Юля так и не стала. Иду со своей мечтой, со своей мечтой Плохое забудется. Есть такое слово харизматичность, которого я, например, в этой девочке не вижу. Вот. То, что она поёт, кто сейчас не поёт. Хотя отношения у них начались так же, как когда-то с Наташей. Юля тоже пробрала из-за кулисы, когда Игорь выступал в её родном Екатеринбурге и попросила прослушать её. Он выглянул и сказал, вы хотели спеть? Я говорю, да, я хотела спеть. Прямо здесь? Я говорю, да, прямо здесь. Я говорю, хорошо, пойте. Я начала петь песни, могу даже спеть. Я прикажу своему сердцу молчать. Наталья Королёва вышла замуж за Тарзана. То есть за Сергея Глушко. Вот только семейное счастье омрачил недавний скандал. В интернет попали фотографии обнажённой Королёвой и её интимное видео с Глушко. Что тут началось? Некоторые депутаты даже захотели лишить Королёву звания заслуженной артистки. Но супруги говорят, что у них просто украли телефон, на который они снимали свои, ну так скажем, забавы. А то, что они по ночам делают друг с другом, это их личное дело. Я не очень понимаю, как такое видео, в принципе, может появиться. Знаете, вот я не знаю, зачем оно нужно. И, как правило, к сожалению, зачастую там на Западе мы знаем, что это провокационное обычное видео. Но уж в школе людям, так сказать, сложно справиться без видеоаксессуаров как бы в своей личной жизни. Впрочем, что бы Наталья не говорила, этот скандал, конечно, стал для неё ударом. Но отошла от него она гораздо быстрее, чем когда-то от развода с Игорем Николаевым. Почему же они развелись? Пара, о которой говорила вся страна. Ходили разные слухи. Мол, причиной стало отсутствие детей. Обсуждали чрезмерную любовь Николаева к казино и выпивке. Одни говорили, что это Королёва загуляла от мужа с Тарзаном. Другие обвиняли Игоря в постоянных изменах. Теперь, когда страсти поостыли, можно, как говорится, с холодной головой разобраться, что из этого только слухи, а что правда. Мы с ним оказались в Америке. И он всё время искал ей какое-то платье свадебное. Рассказывал, что у него появилась 18-летняя девушка. Так что к свадьбе с Наташей я уже был подготовлен. Но свадебное платье Наташа так и не надела. Её свадьба получилась совсем не такой, как она себе представляла. Ни белого платья, ни прически, ни лимузина в ленточках, ни самого торжества. Даже ЗАГСа не было. Расписали Николаева и Королёву у них дома. Брак с доставкой на дом. А говоря казённым языком, выездная регистрация возможна в трёх случаях. Первый. Когда жених или невеста находятся в тюрьме. Тут всё понятно. Кто ж их в ЗАГС отпустит? Второй. Если жених и невеста хотят расписаться в парке, музее или усадьбе. Это вполне реально. Но только если эти места входят в утверждённый мэрии список. И третий случай, когда жених или невеста имеет инвалидность или серьёзно болеет. Возможно заключение регистрации брака в домашних условиях либо в медицинском учреждении. Это ситуация, когда один из новобрачных в силу своего заболевания не может явиться в орган ЗАГС для регистрации брака. Но такая причина должна быть обязательно подтверждена документально. В этом случае сотрудники отдела ЗАГС выезжают и регистрируют брак там, где находятся новобрачные. Вряд ли на свадьбе Игоря Николаева и Наташи Королёвой кто-то из них был болен. Думаем, просто известному композитору пошли навстречу, приехали к нему домой. Это решение двух людей. Это решение двух людей. Какая бы ни была, а на свадьбах это тот день, который останется за ними на себе. Но в случае с Наташей Королёвой это было решение одного человека, Игоря. Возможно, он просто не хотел лишней шумихи. Да и не первый раз женился. Главное, чтобы всё проходило естественно. И это не какой-то придуманный постановочный праздник, придуманный для пиара. А вот со следующей женой Юлией Проскуряковой Николаев не стал заминать свадьбу. Наоборот, закатил пир горой. Говорят, она обошлась ему в 100 тысяч долларов. То ли композитор сделал выводы после Королёвой, то ли новая невеста оказалась убедительней. С Наташей никакой свадьбы не было. Представьте, каково было 18-летней девчонке, которая мечтала о красивом, пышном торжестве. Наташа тогда смолчала. Игорь был взрослым, ему виднее. Но осадочек, как говорится, остался. Позже Королёва признавалась, этот комплекс отсутствия свадьбы сидел в ней ещё долго. Было такое ощущение, будто она не заслужила этого торжества, будто она хуже других. Её за что-то наказали. Зачастую барышни мужчинам не всегда прощают то, что не было помпезной свадьбы. Первая причина это ты, а вторая все твои мечты. Эту песню Игорь Николаев написал в 2000 году, уже после расставания с Наташей. Считается, что певец таким образом попытался объяснить поклонникам, что же всё-таки произошло между ним и Королёвой. Умерла любовь. Из него вышла вот эта обида. Он действительно написал, по-моему, 57 песен для Наташи. И там за каждой ноткой была и за каждым словом написанным им там была любовь, там была любовь к ребёнку, который стал девушкой, потом девушка стала, превратилась в женщину, и вот он её так в музыкальном плане вёл по жизни, выпиливал, прямо выпиливал. И, конечно, сам развод дал ему огромную обиду на эту ситуацию. Но что на самом деле стало причиной развода Игоря Николаева и Натальи Королёвой? Поговаривали, что Игорь Николаев хотел детей. А Наталья якобы была настолько поглощена карьерой, что не хотела отвлекаться на рождение ребёнка. И это можно было понять. Наталья только почувствовала вкус славы. Её график был расписан на месяцы вперёд. Как найти время для ребёнка? Я не думаю, что творческий союз у людей, которые не вылезали с гастроли, у которых не было времени побыть вдвоём, вдруг распался из-за ребёночка. Потому что начнём с того, что ребёночком надо заниматься, это очень трудоёмкое занятие. И при таком темпе жизни обычно актёры даже и не видят собственных детей. Но давайте вспомним, сколько лет было Наталье. Даже на момент развода ей не было ещё 30-ти. Что ж говорить о раннем времени? Неужели можно бросить жену от того, что она в таком возрасте ещё, увы и ах, не родила? Вряд ли. Ходили и другие слухи. Мол, в своё время Игорь Николаев оставлял немалые суммы в казино. А дома ночами напролёт играл в компьютерные игры. Конечно, это не могло добавить гармонии в семейные отношения. В своих интервью Наталья признавалась, это была болезнь. Игорь проигрывал огромные суммы. В интервью украинской газете «Факты» Наталья рассказала, что ей пришлось стать семейным бухгалтером и выдавать мужу деньги на карманные расходы. Да, он человек увлекающийся, да, он был определённым образом зависим от этих игр, да, он при этом не высыпался, но, может быть, он таким образом снимал напряжение. Впрочем, в отличие от других игроманов, Николай всё-таки больше приносил денег в дом, чем забирал их оттуда в казино. Ходили также слухи о том, что Игорь слишком увлекается алкоголем. Есть удивительное интервью Наташи, которое датируется тоже ранними девяностыми, вот, когда она ещё была такой вот начинающей артисткой с таким смешным этим южным акцентом, и её спросили, что Наталья, вы сидите на каких-то диетах, потому что у вас там сцена, вот все эти наряды и так далее, и так далее. Вот, и она сказала, ой, ну шо вы, я так борщ люблю, прям как Игорь Водку. Вот, это была такая шутка. Выпить, он далеко не дурак, и, конечно, выпить он любил, и мы с ним иногда так загуливали, что мама, мама дорогая, да, вот, могли загулять конкретно, и не только со мной. Ну, что ж теперь? Водочку у нас ещё в нашей стране никто не отменял. Как известно, а кто не пьёт? Назови! За все годы не было ни одного человека, который бы видел Николаева пьяным на концерте. Он никогда не срывал гастроли или телеэфиры. Мы не выпьем излопнувши рюмки сто грамм. Правда, старая знакомая Николаева продюсер Марта Могилевская объясняет, дело было не в том, что Игорь не пил, просто он умел держать градус. Он всегда очень хорошо держал градус, да, то есть, это ему не мешало, то есть, определённое количество, но, условно говоря, полбутылки водки никак ему не мешало прекрасно выглядеть ни в кадре, ни говорить ничего. Но не суди, да не судим будешь. Что-что, а уж назвать Николаева алкоголиком, язык всё-таки не поворачивается. Что касается вредных привычек, они есть у всех. от работника ЖЭКа до министра культуры. После развода Николаевой и Королёвой некоторые обвинили саму Наталью, мол, это она бросила Игоря ради другого. Да смотрите, какого! Тарзан. Он же Сергей Глушко, он же муж Наташи Королёвой, он же выпускник Военно-космической академии Архангельской области. В середине 90-х годов переехал в Москву за славой. Работал в охране, торговал мебелью, снимался в рекламе. Но славы от этого как-то не прибавлялось. В 93-м году решил попробовать свои силы в театре. Впервые вышел на сцену в спектакле с говорящим названием «Половое покрытие». Там его увидел Вадим Коренев. Он работал стриптизером в ночном клубе и сразу разглядел в Сергее потенциал. То есть человек очень яркий, из большой харизмы. Именно вот для такого рода деятельности. Это как имя, уже как лейбл. Стриптиз мужской – это Тарзан. То есть и приходили молодые, красивые, нарядные, накачанные, перекачанные. у них ничего не получалось. Сергея Глушко перекрыть пока никто не смог. Именно в стриптиз-клубе Сергея увидела Наташа Королева и наняла танцевать в своем концертном шоу. Это стало началом их любовной истории. Не забуду, тебя забыть нельзя никак. Эту ночь, этот день, и этот цвет, и полумрак. Мы познакомились, потом мы просто было предложение сотрудничать. Мы сотрудничали, делали турне Наташи Королевой и Тарзан шоу. И как-то все потом уже образовалось, что они стали общаться. В итоге там Архип, семья, все хорошо. Расставим все точки над «и». Наталья познакомилась с Тарзаном уже после расставания с мужем. В то время она уже год как жила одна, хотя официально еще состояла в браке с Николаевым. Как же это все произошло? Для всех как бы прочих была замужняя дама на тот момент. Собственно говоря, я не имел привычки как бы ну, общеизвестная пара как бы семейная. Что же я урод какой-то лезть в такие вещи. У нас был альянс трудовой. Но трудовой альянс со временем перерос в любовный. А вскоре Сергей и Наталья узнали, что станут родителями. Это стало для них сюрпризом, но приятным. Только после этого Наташа подала на развод с Николаевым. Поэтому, когда через несколько месяцев после развода она родила сына, конечно, все дружно гадали, кто отец ребенка. Николаев или Глушко? Знаете, о том, кто отец моего ребенка, в принципе, у журналистов не составляло труда выяснить. И поверьте мне, вот все они, вот эти писаки, которые все это писали, они все прекрасно знали, кто. Но им же это было не надо. Им надо было, чтобы газетки их покупали, им-то нужна была интрига, как это так? И вот они сами настолько все это раздули, это настолько было, вот для меня это было отвратительно, потому что я была в таком положении, я была, ну, конечно, когда ты ждешь ребенка, когда у тебя такие все чувства, в принципе, обострены, когда ты более раним, не защищен, и когда про тебя все вот это начало валиться. Кто же отец ребенка? Так что разговоры об измене Наташи похожи только разговоры. По крайней мере, о ее облике морали говорят все подруги. Календарь любви моей, сколько в нем осталось нежных дней. Сколько о ней слухов ходило, на самом деле она человек очень и очень порядочный в отношении выбора связи или чего-то. У нее практически был брак, первый и второй брак. Она же не была замечена ни в каких других связях, вы же знаете. Она на самом деле очень верный человек и преданный. Роман Королевой с Тарзаном удивил многих. Эту замечательную пару, я думаю, что увидела больше 10 лет назад, и первое мое впечатление, конечно же, наверное, маленькое удивление. Затем, я, может быть, не поверила, что это может быть супружеская пара. Еще бы! Известная певица и какой-то стриптизер, пусть даже широко известный в узких кругах. От такой профессии не отмоешься. К тому же многие уверены, стриптизеры не только танцуют, но и оказывают состоятельным дамочкам сексуальные услуги. Но участники Тарзан-шоу уверяют, мы не такие. Да, это есть отдельные клубы такие, а у нас ситуация в корне другая. То есть, у нас есть гримерка, мы приходим, охрана не пускает. Очень много ломится выпившие женщины, девушки, их не пускают даже в гримерку, чтобы они не мешали и не заходили. Нас провожают до машин, чтобы нас не трогали. У нас такого нет. Мы артисты такого жанра. Хотя в прессе нет-нет, да всплывают сплетни. Чего стоит вечеринка в ночном клубе под названием «Битва за Тарзана»? Девушки соревновались за то, чтобы провести с Тарзаном время в отдельном кабинете. Выиграла конкурс 18-летняя девушка, которая и удалилась со стриптизером в вип-комнату. Впрочем, Королеву, по ее собственному признанию, такое поведение мужа не волнует. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Если все-таки Тарзан не был разлучником семьи Королевой и Николаева, что ж тогда их развело? Сюрпризов не ждите. Все банально. Шершеля фам, ищите женщину. Так что дело было не в бубновом валете, а в дамах. Причем всех мастей. Наташа очень переживала, что там кто-то у Игоря появился, и ей все рассказывают. Арстический круг, это же, вы знаете, ничего не скроешь. Это концерты, банкеты. Со слов Натали, к концу брака Игорь особенно и не скрывал, что не обходит вниманием других дам. Но и разводиться не собирался. Почему он вел себя так? На этот вопрос может ответить только он сам. Но кое в чем Наталья винила и себя. Через много лет, проанализировав свой первый брак, Наташа сделала вывод. При всей любви ко мне и творческом подъеме Игорю не хватало выхода сексуальной энергии. И это, мне кажется, одна из важных причин нашего расставания. Я была слишком неопытная и не придавала большого значения таким отношениям. По-моему, это легкое кокетство. По-моему, это разговор о том, какая она непорочная была и какая она непорочная осталась. Всегда есть возможность посмотреть фильм, спросить у мамы, посоветоваться с подружками. И если женщина видит, что муж начинает смотреть в сторону, это же ее фол, это ее недоработка. В первую очередь. В конце 90-х у Игоря появился новый директор Анжела Кулаковская. Она имела на Игоря большое влияние. Решала, с кем ему дружить, а с кем нет. Даже занималась его финансами. По словам Натальи, очень быстрые их отношения вышли за рамки рабочих. Позже в прессе Анжелу даже называли третьей женой Игоря. Это стало для Королевой последней каплей. Она поняла, что больше не хочет так жить и приняла решение уйти. Так закончилась красивая история любви дельфина и русалки. Со слов Наташи Игорь ей изменял, и она этого не смогла перенести. А потом, когда они расстались, Игорь очень переживал, вот, и он и ко мне приезжал, и мы на эту тему с ним много разговаривали. Но она уже к тому времени встретила Тарзана, вот, и, собственно, обратно не захотела. Впрочем, судя по сегодняшнему положению дел, пострадавших в этой истории, похоже, все-таки нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok